Здравствуйте! В эфире программа «День города» в студии Марии Рудая. Коротко о главных темах выпуска. Выходные закончились трагедией. В регионе произошло сразу несколько серьезных происшествий. Постигая основы профессии, курсанты Академии ФСИН приняли участие в марафоне «Служу России». Юные таланты в студии «Ар» снова прошел день открытых дверей. Выходные – это не только время приятного отдыха. Чаще всего именно после двухдневного перерыва в работе появляются печальные сводки от МЧС, ГИБДД и других ведомств. К сожалению, этот уикенд не стал исключением сгоревший дом и ДТП с несколькими погибшими, в числе которых были дети. Вот печальная статистика последних летних выходных. Подробности – далее в сюжете. Смерть детей из-за беспечности взрослых. В субботу, 25 августа, 52-летний житель Рязани, управляя автомобилем BMW X5, обгоняя транспортный поток по встречке, совершил лобовое столкновение с грузовиком МАЗ, которым управлял 37-летний житель Саратова. После удара машины загорелись. В тате происшествия водитель грузовика с травмами госпитализирован. Водитель внедорожника, 26-летняя пассажирка, а также двое пассажиров детей в возрасте 9 месяцев и 11 лет от полученных травм скончались на месте ДТП. По факту ДТП проводится проверка. Все обстоятельства уточняются. Также в субботу произошло ДТП, в котором пострадал ребенок-пешеход. В поселке Октябрьский Михайловского района 23-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-2106, по предварительной информации, в связи с ограниченным обзором из-за проезжающей во встречном направлении фуры, совершил наезд на перебегавшую проезжую часть в непосредственной близости от пешеходного перехода 10-летнюю девочку. В тате происшествия пешеход получил телесные повреждения. Пострадавшей была оказана медицинская помощь. Среди происшествий минувших выходных и пожар полностью уничтоживший жилой дом. Произошло это в воскресенье 26 августа. В районе 16 часов на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании в деревне Шахманово Рязанского района. К моменту прибытия пожарных огонь охватил два жилых одноэтажных дома с мансардой и металлической кровлей. 15 огнеборцев за час справились с пожаром. В 17.54 он был полностью ликвидирован. К счастью, здесь пострадавших нет. «Служу России» военно-патриотический марафон с таким названием прошел на базе загородного учебного центра Академии в Синроссии. Первокурсники смогли проверить свои силы в самых разных этапах. Марафон проводится уже четвертый год. Его главная цель не только подготовить ребят физически к учебе, но и, что не менее важно, привить уважение к той профессии, которую они выбрали. Это настоящий курс молодого бойца и проверка на прочность. Курсанты первого курса Академии в Синроссии дружно искали мины, стреляли по мишеням и под огнем неприятели пробирались к намеченной цели. Искали запрещенные предметы в транспорте и жилых помещениях. Конечно, в каждом этапе присутствовал соревновательный дух, но это даже не состязание. Дело-то делают общее. Для всех курсантов это первое посвящение в профессию. Запомнится надолго. Ну, вообще, очень понравился марафон, очень интересные испытания. Этапы больше всего понравились. Это с полосой препятствий, то есть преодоление каких-то сложных препятствий. Также проползание под веревками, когда в тебя стреляют. У нас изначально мальчики нас поддерживали, говорили, что если что, мы вас будем нести на себе. Ну, и в принципе, сам марафон прошел достаточно удачно. Во-первых, это подготовка к нему, это ощущение, что ты сейчас побежишь. И, ну, испытать самого себя. Мне очень нравятся занятия, которые проходят здесь, особенно по огневой подготовке. Нас учат стрелять и многое другое. Очень интересно также строевая. Они молоды, полны сил, активны, инициативны, и, что немаловажно, готовы к служению. Здесь они учатся не только стрелять, бегать и преодолевать препятствия. Курсанты постигают настоящую боевую дружбу. И, конечно, именно такие состязания закаляют дух. Пытания, которые проводятся в загородном учебном центре в период проведения специального первоначального обучения, так называемого курса молодого бойца, закладывают основы в молодых специалистах, дают неплохой старт для дальнейшего изучения учебной программы, физического воспитания, нравственного развития для формирования высоко квалифицированного, полноценного сотрудника правоохранительных органов. Важно отметить, что в этом году увеличилось не только число участников, но и этапов с 14 до 16. Самое ожидаемое мероприятие, пожалуй, Зорница. В этом году к курсантам Академии присоединились курсанты десантного училища и института МВД. Это дает возможность уже сейчас налаживать межведомственное взаимодействие. Сам этап военно-патриотической эстафеты Зорница стал включать 16 этапов, 16 заданий, которые команды выполняют, не сталкиваясь друг с другом, естественно, кто первым придет к финишу. Новинка – это синхронный старт вместе с нашим псковским филиалом, то есть в Пскове, в нашем филиале первый курс, также стартует вместе с нами. Первое место в эстафете Зорница заняла команда юридического факультета Академии ФСИН России, опередив десантников на полторы секунды. Помимо марафона, курсанты на протяжении недели на базе загородного учебного центра Академии проходили первоначальную профессиональную подготовку. За это время они попробовали свои силы в смотре строя и песни, приняли участие в конкурсе пожарных дружин, научились отрабатывать массовые беспорядки. И это далеко не все. Но самое главное, что они смогли прочувствовать особую романтику профессии. А самые первые сборы даже спустя десятилетия отзовутся множеством воспоминаний в сердце каждого первокурсника. Мария Рудая при поддержке пресс-службы Академии ФСИН России. Поселок Невезение – это промехзавод. Именно на его жителей свалились самые разные невзгоды. Люди жалуются на непостоянный транспортный поток, неочищенные улицы зимой. Список можно продолжать бесконечно. Сейчас главная проблема – неприятный запах. На месте побывал Валерий Седов. Елена Абрамова работает по сменному графику. Дома она приезжает поздно. По словам женщины, вечером транспорт в поселок уже не едет. И с работы ее забирает сын. Практически каждую ночь в мехзаводе чувствуется неприятный запах. Причины не знает никто. Однако версии существует несколько. Елена рассказала, что живет здесь больше 20 лет. И зловоние – это явление обычное. Вот только совсем недавно в воздухе появился новый аромат. В последние несколько дней слышали другой совершенно запах. Это, скорее всего, был чей-то выброс. Потому что запах со свалки мы уже хорошо знаем. И когда я живу на 10 этаже, мы выглядываем в окно. И видно, как дымка ползет. И запах, естественно, этот ощущаешь, ты его уже знаешь. Это был совершенно иной запах, без дымки. Но резкий ацетун, перемешанный с пластмассой. Это было в течение двух часов. Елена живет на 10 этаже. Говорит, что летом от запаха нет спасения. Закроешь – окно жарко. Откроешь – комната наполняется зловонием. Валентина Соболева – пенсионерка. Она живет на пятом этаже. Запах чувствуется и у нее. У нас страшно. Пахнет ночью. Не каждой ночью. Но, видимо, тогда, когда поджигается вот эта свалка. И, вы знаете, невозможно дышать. Запах ужасный. Ночью это бывает. Жители дома обращались в управляющую компанию и в МЧС. В последнем ведомстве их заявку приняли к рассмотрению. Управляющая компания же заявила, что зловония не входит в список их полномочий. На момент съемок сюжета представители компании были в самом поселке. Комментировать ситуацию они не стали. Жители дома выдвигают свои теории, откуда мог появиться запах. Это или городская свалка, или злободневный полигон куриного помета в Дягилеве. Однако, рядом со свалкой никакого запаха не чувствуется. А рабочие сообщили, что за последнее время зловоний здесь не было. Другая причина – полигон в Дягилево. В этом случае все больше зависит от розы ветров. Как быть со зловонием – неизвестно. Сам поселок мехзавода, по словам местных жителей, располагается в низине, поэтому здесь и оседает весь смрад. Напомним, что в случае, если вы ощущаете в атмосферном воздухе неприятный запах, то стоит позвонить по телефону 55 00 41. Это номер оперативного дежурного ГО ИЧС Рязани. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Новые технологии для удобства автолюбителей. Каждый второй полюс ОСАГО рязанцы оформляют в электронном виде. За шесть месяцев этого года жители города оформили более 170 тысяч полюсов ОСАГО. Электронные полюсы – удобная альтернатива традиционным, бумажным. Более того, специалисты уверяют, их внедрение позволило снизить недовольство рязанцев страховыми компаниями, которые подчас затягивали оформление автогражданки. Теперь каждый автовладелец может сам гарантированно приобрести необходимые для передвижения на машине полюс. В отделении Рязань советуют при выборе страховщика проверять, имеет ли компания лицензию. Россиянам начнут присваивать персональный кредитный рейтинг уже в следующем году. Об этом сообщил исполняющий обязанности гендиректора Объединенного кредитного бюро Николая Мясников в интервью российской газете. При планировании рейтинга будут учитывать сразу несколько факторов. Наличие просрочек, количество кредитов и запросов на проверку кредитной истории, а также возраста этой истории. Специалисты отмечают, что даже высокий балл не станет гарантией положительного решения банков о выдаче кредитов. Напомним, с 2014 года кредитные организации обязаны передавать информацию о клиентах в бюро кредитной истории. При этом не требуется согласие заемщика. Звездами не рождаются. Ими становится. Кто-то прекрасно поет, другие танцуют, а третьи рисуют. Однако раскрыть таланты у детей – задача не из простых. Этим и занимаются профессиональные педагоги из студии «Арснова». Недавно воспитанники студии показали свои таланты на дне открытых дверей. Мальчика зовут Дмитрий, он уже стал лауреатом международных вокальных конкурсов. Сегодня публика у него – родители и дети, которые также хотят обучаться. Сегодня в студии «Арснова» день открытых дверей. Здесь можно увидеть, каких успехов добиваются воспитанники студии. Мама юного Дмитрия рассказала, как сильно изменили мальчика занятия. Он очень увлекался вокалом, сам очень любил петь. Но на данный момент он является лауреатом в первой степени. Поэтому у нас очень большие успехи благодаря «Арснове», благодаря, что мы с ними, а не наша вторая семья. Педагог ни в чем не ограничивает учеников. Репертуар составляется совместно. Помимо вокала, здесь обучают и актерскому мастерству. Ведь эти два навыка неразрывно идут рука об руку. А преподаватели сообщили, что учат детей не только культуре пения, но и культуре общения. Потому что лично я считаю, что вокал – это не просто уметь красиво петь. Это уметь красиво мыслить, хорошо думать. В день открытых дверей можно посетить любое занятие. В одном из кабинетов мальчик рисует дворец вместе с мамой. А рядом учится делать набивные игрушки. Возрастных ограничений в студии нет. Есть нижний порог – от 4 лет. В остальном Арснова примет всех желающих. В общем, это творческая студия. У нас тут царит творческая атмосфера. Приходит заниматься и вокалом, и изобразителем искусством, актерское мастерство. Также у нас хорошо работает школа танцев по различным направлениям. Для взрослых есть направление фитнеса и бодибалета, что сейчас очень актуально и популярно. Ну и также для малышей у нас работает подготовка к школе. В день открытых дверей многие родители с детьми пришли именно на танцы. За 15 минут педагог научил их нескольким движениям и готов продемонстрировать результат. Притом обучают не только связкам. Это и пластика, и упражнения для всего тела. За показательными выступлениями следят родители. Любовь Ермакова пришла вместе с дочкой Софией. Говорит, что выбрала студию по нескольким причинам. Доступность шаговая. Потом у нас расписание устроило. Дочка уже ходит в художественную школу, помимо основной. И расписание подходит. И мест расположение, и коллектив приятный. Девушки очень вежливые. Студия Арснова, расположенная по адресу Мервинская, 30, молодая. Она работает всего два года. Вторая находится на Касимовском шоссе 67А. И существует уже 8 лет. Здесь открылось много талантов. И зажглось немало звезд. И неизвестно, сколько будет еще. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания «Город». Это были все новости на сегодня. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте. Город62.tv и в социальных сетях. А я на этом с вами прощаюсь. И желаю хорошего вечера. До встречи. Мы в эфире телекомпания «Город». Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает. Потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом. И сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаются участки под жилищное строительство. В коттеджном поселке Караси. 15 минут их езды от Рязани. Великолепная природа. Каскад из четырех прудов. Собственный пляж. Дубовая аллея. Все необходимые коммуникации. Чистый воздух и тишина. Все для комфортной и уютной жизни. Подробности на сайте karasi62.ru Каскад из четырех прудов. Каскад из четырех прудов.